Наверное, нет такого дачника, который бы не мечтал украсить свои сотки розами, пусть даже самыми скромными. Ведь роза с самых древних времен является царицей цветов, символом величия и красоты. Благородством этих цветов восхищаются многие, поэтому даже на подоконниках городских квартир часто можно увидеть миниатюрные кустики роз. Цветов много не бывает, поэтому вырастив одно растение, садоводу хочется умножить свою коллекцию. Но для того, чтобы вырастить розу из черенка, потребуются определенные знания. Энтон Пепеп, как получить черенки, процедуру эту постарайтесь выполнить утром или вечером, это наиболее подходящее время для среза. Чтобы получить полноценные черенки, лучше всего взять полуодревесневшие стебли, которые в это время цветут. Черенки должны иметь длину от 12 до 15 сантиметров. Обратите внимание на то, чтобы на каждом было по 2-3 листочка или почки. Пользуйтесь хорошо наточенным ножом, чтобы срезы делать быстро и ровно. Каждый срез делайте под узлом, нижние листья нужно удалять, чтобы они не мешали при посадке. Сразу после срезки черенки для хорошего укоренения, подержите в растворе какого-нибудь стимулятора, например, в гетерооксине или биомастере. Если не оказалось таковых, воспользуйтесь медовым раствором. В стакан воды добавьте антришотка 189. Че, ложечки меда и несколько зеленых листьев. Обработка черенков займет около часа. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Укоренение черенков перед нарезкой черенков вы должны выбрать подходящее место на участке. На него не должны попадать прямые солнечные лучи, но в то же время он не должен быть затененным. Сделайте небольшую лунку, глубина которой будет не более 15 сантиметров. Наполните ее плодородной почвой, сверху насыпьте слой мелкого песка. Обильно полейте лунку и сажайте черенок на глубину полтора-два сантиметра, стараясь, чтобы одна почка оказалась в земле. Черенку нужны тепличные условия. Создаем их таким образом. Берем полуторалитровую пластиковую бутылку, обрезаем у нее дно и накрываем черенок. Уплотняем вокруг бутылки землю. На этом заботы о черенке не заканчиваются. Его каждый день следует поливать, но при этом бутылку не убираем, а увлажняем водой землю вокруг нее. Как только заметите появление первых настоящих листочков, можете снять с бутылки пробку. Черенок нуждается в удобрении. Лучше всего это делать коровяком, разводя его водой в пропорции 1 час 10 минут. Если будете использовать куриный помет, то в него нужно добавлять вдвое больше воды. Черенок будет находиться в этой мини-тепличке до следующей весны, без укрытия он вряд ли благополучно перезимует. Весенняя высадка черенков с наступлением весны черенки можно пересадить на постоянное место, только переносить их следует с комом земли. Далее успех зависит от того, насколько сильными будут собственные корни розы. А это ей удается только на плодородной, дренированной почве. Мощные корни позволят розе пойти в рост, полноценно цвести и благополучно зимовать. Так что место, где вы решили устроить розарий, необходимо облагородить, в глинистую почву внести компост и песок, в песчаную дерновую землю и органические удобрения. Этот участок должен быть защищен от ветров и хорошо освещаться солнцем. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Розам предстоит расти на этом месте много лет, поэтому каждый квадратный метр заправьте перегноем 6-8 килограммов, стаканом древесной золы, суперфосфатом 20 граммов и калийной солью 30 граммов. А можно иначе. Купить уже укорененные саженцы роз можно и на рынке, и в питомнике, и в магазине для дачников. Но, во-первых, это довольно дорого, да и не всегда сорт розы оказывается именно таким, о каком мечтал садовод. Бывает, что прививка купленного саженца зимой вымерзает, и в итоге на участке красуется обычный шиповник. Поэтому многие дачники полагаются на свои умения, изобретают свои методы черенкования. Вот лишь один из них. Черенки нарезаются точно так же, как и в первом случае. А далее нужно взять большой картофельный клубень, вырезать все глазки и воткнуть в него конец только что вырезанного черенка розы. Клубень тут же закапывается в землю. Черенок при этом должен возвышаться. Озвучено Яндекс Спичкит. Его следует полить и накрыть стеклянной банкой. По мере роста черенка клубень питает его всеми необходимыми веществами. Главное условие – не забывать регулярно поливать место посадки, не поднимая банку. Таким образом, к весне вы получите здоровый и готовый к пересадке на постоянное место саженец. Черенок из букета роз случается, что увядающий букет роз, подаренный на день рождения, вдруг оживает и выпускает молодые листья или даже корни. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. В этом случае есть смысл попробовать укоренить черенкованием хотя бы одну розу из этого букета. Удалите со стебля все цветы, бутоны, листья. Вырежьте черенок таким образом, чтобы на нем остались проросшие побеги или корни. Тут же поместите черенок в воду. Чуть позже его нужно обработать корневином, стимулятором роста. Посадите черенок в горшок, наполненный плодородной землей. Придайте черенку наклонное положение, но при этом побеги с листьями не должны касаться земли. Далее соорудите мини-тепличку. В качестве опор можно использовать палочки для суши. А укрытием послужит обычный полиэтиленовый пакет. Через месяц проверьте, удался ли эксперимент. Для этого приподнимите пакет и слегка потяните стебель. Если почувствуете, что он сопротивляется, значит корневая система принялась и развивается нормально. Несколько полезных советов при укоренении черенков желательно каждому предоставить отдельную емкость. В таких условиях у них активнее развивается корневая система. Для черенкования лучше выбрать нижнюю часть побега, это обеспечит полноценное развитие корневой системы черенка. Для черенкования старайтесь выбирать молодое растение или молодые боковые ветки. Черенки, взятые от старых кустов роз, плохо укореняются. Черенки без листьев образовывают корни в темноте. Но если на черенке оставлен хотя бы один листик, ему обязательно нужен свет. Размножение черенкованием любых растений не самая простая задача, и в ней не избежать определенного процента неудач даже опытным декоративным садоводам. Но приложив необходимые старания, вы обязательно сможете вырастить розу из черенка, и она порадует вас своими необыкновенно красивыми цветами. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok